Старославянский просто, сразу. Ааа, старославянский. Че, вы откуда? Мы с Алтае, православные христиане. Вау, это круто. Рассказываем о Иисусе Христе и вечной жизни. Сами в это уверовали, теперь с другими беседуем людьми. О, нет, ну, это замечательно, я сам верю, как бы. О, помоги Господи тебе. А бороды у нас, это по Библии, в Библии написано, мужчина. Ну, я не курил, я читал Библию, я и Новый Завет, и Старый Завет читал в свое время. Я, на самом деле, очень многое занимался самой религией, мне интересовало, как и Ислам, как говорил, как буддизм, как и те же католики. Но, на самом деле, просто пытался выбрать для себя религию, которая действительно нравится и которая можно придерживаться по жизни. Я считаю, это... Ну, это, часто люди так поступают. Только есть такое слово истина, истина, но одно слово, другого нету. И надо быть там, где истинная религия, истинная религия. На самом деле, религия все одно и то же, даже если брать тот же Паран, брать ту же Тору, брать ту же Библию, все одно и то же, просто по-разному. Тот же, допустим, пророк Мухаммед, это наш Иисус, Аллах, это тот же Бог, там, Святой Дух, не помню, как звали еще одного пророка, но, типа, камон, все одно и то же. А Иса кто тогда такой в Коране? А? Ну, если Мухаммед, это Иисус, а Иса в Коране кто тогда? Иса. Ой, сложно сказать, там будучи какой-то парень. Типа, я Коран не особо сильно читал, но, типа, сама из вероисповедания, я считаю то, что Коран более чище, чище религия, чем христианство. Ничего себе. Да, ну, посудите сами, допустим, если же христианин умирает, то в течение 40 дней обычно люди отпевают его. То есть вы, ну, мы пьем, не то что празднуем, мы пьем, поминаем человека. У нас обязательно, допустим, ну, тема на столе – это алкоголь. То есть всегда стабильно пьют молча, не чекают и так далее. В Коране запрещается даже после смерти человека поднимать рюмку. Просто Коран более, ну, типа, вообще мусульманство, оно более молодая религия, и в нем она чище. То есть там уже запрещено алкоголь, курение, какие-то другие препараты. Я не спорю то, что христианство тоже чище, но Коран больше придает идею, типа, красивой жизни и здорового поведения. Ничего себе. Ну да, рассказал много, но это все никак не относится к равенству между мусульманами и христианами. Я не говорю только, какая-то религия лучше. Я говорю о том, что одна, просто чуть чище. То есть ты сам находишь для себя, что ты хочешь слушать, что ты хочешь принимать, что ты готов дать Богу. Но дело все в том, что там же законы есть, прямо написанные в самой Библии. Там нигде нету, чтобы при отпевании покойника там бухать, как проклятые. Это уже нету ничего. Это уже, это неверующие люди, которые им кажется, что они христиане. Кажется. Они это номинальные христиане, это никакие не христиане. Они, конечно, будут пить там. Я вот хоронил своих родственников, я никогда на попойках не участвовал. Я говорю, вы что делаете? Я прям заходил и говорил, если вы хотите помянуть вашего этого родственника, отпели уже его, священник отпел. Священник не остается на этих поминках, он там не пьет с ними. Священник уходит просто, и все. А эти люди сами уже пьют. Сама идея в том, что Коран запрещает. Он говорит о том, что не надо пить. То есть это не надо поминать. Ну, это именно то, что нужно проститься с человеком, он просит дальше, но он сразу предварительно о идее говорит, он запрещает. Говорит, нет алкоголя, нет табака, запрещено, запрет. Это как бы, знаете, собственный выбор. То есть я придерживаюсь христианству, но просто Коран мне нравится именно за чистоту. Он более идеализирован. В Библии написано, пьяница не наследует Царству Небесному. Все. Поэтому, а пьяница это тот, кто пьет. Отсюда, ну, делай вывод, о чем говорит Библия. То есть Библия-то она немного побольше, чем Коран. Поэтому, может ты не дочитал и не увидел этого. Законы Господа, они не просто нравственные. Это сама нравственность, сам Господь наш. Поэтому, и дальше, она новая религия, мусульманство. Так Мухаммед, он же встречался с христианами. И от них многие заповеди перенял-то, от них. Во-первых, первая самая заповедь для него была важная. Это единобожие. Единобожие, чтобы люди не приносили человеческие жертвоприношения. Второе. Главное было, он ненавидел этого. Он как бы не говорит об этом, о том, что это вот именно такая заповедь. Это просто принимается как нормальный. То есть, она должна быть. Ну, да, да. Скажем так, ну, если биографию читать его, то именно это он говорил своим приверженцам. А в самом Кумране, Коране, да, там этого, так, это прямо не говорится. Но, и из-подваль, там все время об этом говорится. О единобожии, о том, что никаких жертв, там, человеческих не принимать и так далее. Нет, ну, старый, старый говорит тоже слова, он грешит этим. То есть, имеете в виду о том, что там тоже очень много упоминаний у единобожия. Единобожие, это... Это иудаизм. Да, он говорит о том, что там и раньше было в Библии написано. Что Бог, он един, но говорит о себе во множественном числе. Мы, несколько раз говорится. И тогда, когда пришел Христос, называется Богоявление, в Крещение, мы узнали, что, оказывается, Бог, он троичен. Отец, Сын и Дух Святой. Вот, что самое важное это было для нас. И... Можно вопрос? Я вот очень часто им интересуюсь, у первующих людей. Примерно он звучит следующим образом. Что для вас есть Бог? Бог не что для нас, а кто? Хорошо. Кто Бог для вас? Бог это спаситель. Спаситель? Для вечной жизни. Спаситель человека от сатаны, от греха и от смерти для вечной жизни. Чтоб человек познал, чего хочет Господь от него. Понятно. Он не может быть что, никак. Бог никак что. Бог это существо, а мы причастны этому существу. Существа. Причастны. Без него мы никак не появились. Просто, на самом деле, очень часто говорят свидетели Его без обид. Как бы, я могу ошибаться. Свидетели. Они, ну, свидетели, они же говорят о том, что они, типа, свидетели самого Бога, самого пришествия. В этом идея. Не, ну, как... Ну, может, кто-то и будет свидетель пришествия, второго пришествия Христа. Кто-то будет. Нет, второго пришествия не будет. Как не будет? Как-то бред. А вы зачем в четверг кудошли? Ну, вот, как раз, чтобы найти таких, как ты, людей, которые что-то знали, а вы истину так и не познали еще. Не, правда может быть разная, вот истина одна, и я не спорю. Да, ну, конечно. Не, ну и правда, истина, это как бы одно и то же. Правда при них нет земли, истина придет с небес, написано. Вот смотри, допустим, для меня, правда, то, что, допустим, мало ли, там, типа, человек забрал у меня деньги и украл. Для него, правда, будет такая, я взял у него деньги, я не украл, я просто взял. А истина, как бы истина одна, истина нельзя купить. Вот правду можно. Правда есть ценник. То есть, просто у каждого своя точка зрения. А вот истина, как она вообще на самом деле в жизни есть, это одно. Библия говорит так, и правда придет с земли, а истина приникнет с небес. То есть, правда, это сам Иисус Христос, который воскреснет, и мы узнаем, а вот кто спаситель. А истина, это слово Божие, сам Господь, который с небес нам послал самого себя в виде Писания. То есть, в священной Библии. Есть интересный вопрос, можете ответить? Говорите. Смотрите, некоторые люди считают, что 1 февраля этого года, точнее уже завтра, на планету Земля упадет комета, которая, возможно, сметет всю планету Земля и станет последним, скажем так, днем. Верите ли вы в это? Ну, мы же читаем Священное Писание, там конкретно говорится, как придет последний день судный. Его назначит сам Иисус Христос, книга Откровения, если прочитаете, там написано, как все будет. Перед этим будут страшные знамения, будет война Армагеддон еще, ну как бы считается Третья мировая война. Когда очень много людей погибнет, перед этим погибнут растения, две трети растений на Земле. Вода станет кровью, это все еще перед этим. Поэтому, так, а еще перед этим будет построен Третий Храм Иерусалимский. Сейчас там храма нет, сейчас там пока мечети стоят. Поэтому, ну, много чего, еще пророки придут на Землю, с неба. Можно вопрос? Вы только что говорили о том, что там сейчас мечети стоят. То есть вы сейчас говорите о том, что вы против мусульманства? Или неважно, какая религия, главная вера? Мусульмане это враги христианства? А что это такое, я не понял. Всегда это выгодно? Что, непонятно? Нет, 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 вы ошибаетесь. Да, у нас Папаринский, который, как я пришел при власти, не ошибаюсь. Какой он был? Наверное, четвертый до сейчас в основании. Он как раз сам объединил в 17-18 веке идею единопожную. О том, что Ислам тоже христианство просто именем другим. Ну, пускай он хоть что говорит, а Магометы эти, Махметы, они шли и убивали христиана, убивали, убивали. Пока уже около Вены, польский там Сигизмунд не разбил их. А так бы они шли, шли, дошли бы до Атлантического океана, до Бреста. Вы считаете, это нормально то, что христиане в крестовых похорах просто ходили и вырезали мусульман? Я вообще... Вы считаете, что это нормально, то, что... Я еще не говорил вам, что я считаю. Я еще вам ни одного слова не сказал. Я только сказал, что я считаю, что Царство Небесное будет вечная жизнь. Это я сразу сказал. А то, что я буду считать, какая-то там война, и я считаю, что это правильно. Христос сказал, не убей. Христос сказал, не убей. Просто, я спрошу, вы мне ответите. Вы только что мне сказали о том, что мусульмане являлись вечными благами христианства? Конечно. И что такого? И вот, например, вопрос следующий. То есть, вы считаете, что нормально, когда наступали крестовые походы в честь христианства, за его идею, то, что они ходили и вырезали? А мусульманский народ, они вырезали мирных людей, которые просто не согласны с их идеей мировоззрения? Они этим самым нарушали заповедь Божия. А Господь Иисус Христов сказал, а я говорю вам, любите врагов ваших. Все. Если ты убиваешь другого человека, тем самым нарушаешь заповедь Божия. Тебя ждет вечная гиена, если ты не расскажешь об этом. А мусульмане, они действовали по своему закону. Если в твой дом написано, постучится враг, то ты бери меч, и ты обязан защищать мечом. Нет, 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 вы не ошибаетесь. Ничего подобного. Ничего я не ошибаюсь. Это в Коране конкретно написано. И ты должен защитить свою семью, свой дом мечом. Как вы не ошибаетесь Корана? У них два. У них типа две вероизбоведания. Типа Коран. Он у них распределяется на шахидов. Шииты и суниты. Это я в курсе. Только дело не в Коране. Коран у них один. А вот толкование на Коран у них разное. Да, да, да. Это другой разговор. Ну и все. Ну только ни сунит, ни шиит тебе не скажут, что мы мирные такие. Если там мою жену начнут убежать, я буду правую щеку поставлять, как это написано у нас в Библии. Ты такого там нигде не увидишь. Там меч по шее его. Меч по шее его. 39 раз написано в Коране. Меч по шее его. Взял меч по шее врагу. Кто враги? Иудеи и христиане. Конкретно написано враги. Мне кажется, что крестовые походы они не были терпилами. Они не терпели о том, если бы приезжали, не знаю, дети, женщин, до хоть кого, хоть каких-то родственников, мне кажется, что любой бы христианин взял наш. Во-первых, я вообще не считаю, что в крестовые походы ходили верующие люди. Какие там бандиты ходили. Пускай кто хочет, ходят и как себя хотят называют. Я просто знаю, как надо исполнять законы Христовы и какие. Первый закон. Не убей. Не убей. Возлюби врага своего. Вот как раз брат это сказал. Возлюби врага своего. Не то, что там просто уйди от него, спрячься или чего там в пещеру. Написано, если он жаждет враг твой, напой его. Если он алчит, то есть есть хочет, накорми его. Если он гонит тебя, благослови его. Ты понимаешь, о чем врач идет? Это я вот по чату иду, и меня начинают материть. А я говорю, да помоги вам, Господи, ребята. Вы веруете во Христа. Станьте подобрее. Чего вы такие злые? Ну, понимаю, это везде такое. Мне по-другому нельзя. А я бы мог тут массой давить свои. Ах, вы такие сетие. А зачем? Когда Христос, его уже казнят. А он говорит, отец, они не ведают, что творят. Прости им. А вы говорите. И тем более еще один маленький нюанс. Все крестовые походы, все, буквально все, делали католики. А католики отошли от православия в 1054 году. Как только отошли, буквально через 40 лет, 1095 год, Папа благословил идти в поход. Все. То есть пока было православие, никто никуда не ходил. Все были... Теперь у меня один вопрос, который вот если вы сейчас ответите, вообще было бы замечательно, потому что я не особо... Ну, часто общаюсь с священниками. Давайте. С папами, кто находится при церкви. У меня очень много друзей служат в церкви. Они работают текстами. Они поют там Слово Божье всякие. Ну, очень много... Понятно. Песен. Вот, но не так, никто не смог бы не ответить. Примерно вопрос остается следующим. Россия то общественного происхождения, то, как он так, крещение, она была языческой страной. Несомненно. Почему... Да, почему очень много в данный момент русских славянин отошли от этой идеи, и почему они не хотят возвращаться? Почему на тот момент, когда было язычество, чем язычество хуже, чем славянская церковь, и почему мы бросили и не обращаемся к старым богам? Ну, я отвечу вопросом на вопрос тебе сейчас. Ну, ты поймешь. Это не ухожу от вопроса. Почему мусульмане не приходят к своим языческим богам, которых они бросили при Магомеде? И вообще они забыли их. И даже если там кто-то в жертву принесет, они его просто, ну, человека, или скажут, что у бога есть сотоварищ, что написано на Аль-Каиде, в мечети, они его просто убьют, растерзают. Почему? То же самое и здесь. Потому что язычество, это сплошная мерзость бесовская. Там не только просто людей приносили в жертву, а родители должны своих детей в жертву приносить были. Вот чем-то. Ну, да. Потому что Господь сказал, остановись, все, это я просто тебя испытывал. И больше ничего. И в жертву принесли просто вечку. Да, теперь еще вот такое, смотрите, а вот почему нас тут бог настолько жестокий? Бога никак нельзя назвать жестоким. Ты же сейчас сидишь перед... Мы перед тобой сидим, не больные, ничего. У нас есть испытания, но почему жизнь такая тогда несправедливая? Почему не может быть все замечательно, чтобы у родителей было супер, чтобы зарплаты были хорошие, чтобы страна, семей, ни в чем не отказывала, чтобы кадр жил свое удовольствие и славил имя Бога? Все началось еще с рая, когда в раю был Адам и Ева. Ева согрешила и пала в преступление. Не Адам, а Ева согрешила и пала в преступление. И совратила мужа своего на эти стопы. И при том, когда все было проклято, Господь так сказал. Адам, за то, что ты послушался жены своей, проклята земля за тебя. Земля вся проклята. Вот ты Адам, я Адам, вот брат тоже Адам. Мы все потомки Адама. И это проклятие падает на всех нас, к сожалению. Но, чтобы теперь дальше оно не распространялось, как раковая опухоль, постоянно. А знаешь, есть рак первой степени, там, второй, когда можно излечить. Мы должны... Да, у меня вот угород. Я примерно представляю. О, кошмар. Мы должны остановиться с тобой на первой, хотя бы второй, ну там, пускай третий. Ну, никак до четвертой себя не допустить. И поэтому мы должны исполнять заповеди Божьи. Все равно мы будем наказаны. Но Христос пришел и показал нам, что умерши, он воскрес. И сказал, я воскрес и воскрешу вас. Об этом пишет апостол Павел в Новом Завете. Очень подробно описывает, как это все будет. Это ему Дух Святой через Иисуса Христа передал. Поэтому вы не бойтесь, говорит, не бойся, малое стадо. Ты будешь спасено. Малое стадо это те, которые его веруют в это. И зная, что будут все равно наказаны, умерщвены, мы все равно должны исполнять заповеди. И при этом у нас большой с тобой, большой процент, что мы не будем болеть, если будем другим служить, рассказывать истину. И Господь нас до конца направит. Ну, то есть спокойно умрем в старости и все. Но даже если ты будешь и наказан, Господь говорит, кого люблю, того наказываю, даже при этом. Ну да. И еще один мне вопрос. Так, больше для интереса звучит он примерно следующим образом. В Библии не сказано, в этот момент, я не помню, в каких источниках. Он говорил о том, что первая женщина на земле была не Ева, она была Элеонора. И сделана она была из огня. Ну, я могу так сказать, это все в апокрифических книгах, которые не вошли в канон Библии. Канон это значит заповеданное Библией. В Библии этого ничего нету. И даже намека нету, что еще кого-то сотворил. Потому что, ну, положил Господь Адама в сон, вел, взял у него ребро и написано, из этого ребра сделал Еву. А про ту женщину там говорят, что там первая какая-то там, что-то там, ну, это многие говорят. Это мусульмане даже туда же лезут. Это вообще ничего нету об этом в Библии. Ну, и правильно, потому что по логике вещей этого просто... Нам женщина одного неприятности доставила, одной. Мы сейчас с тобой вот в неравенстве живем все. И думаем, как помереть теперь спокойно. Вот начинаешь заповеди поститься, молиться Господу, просить. Потому что, ну, страх каждую клеточку вот мою обуяет этой смерти. Ну, боюсь я смерти. Не хотелось бы умирать, а придется. А Господь говорит, научись умирать правильно. Исполняй заповеди, ты заслужил. Ну, а я-то тут при чем? Это же все, Адам. А ты про какую-то еще вторую тут. О, да ну их этих вторых. Давай с одной женщиной справимся. У тебя жена есть? У меня? Да. Жена? Нет, нет. Вот ты вот одну женщину будешь иметь, и будешь над ней хозяин, и будешь, ну, как Адам, ну, чтобы она тебя слушала, и ты поймешь все. Она не слушала Адама, там по Библии уже известно. Потому что он сказал жене, когда ему сделали ее Господь, он говорит Бог Адаму, не ешь от плода дерева сего, плода от дерева сего, так? А Еве он уже передает, не ешь и не прикасайся к плоду сему. То есть уже надо было ей добавлять, потому что она везде все ручонки свои сувала. Мне, 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 мне. Они такие до сих пор, все женщины. Если ты этого не знаешь, познаешь. Ту женщину звали Лилит. Лилит, да. Это такие, я слышал про это тоже, ну, только слышал. Кое-что там читал. Произносится имя тайная бога Якве. Лилит поднялась в воздух и улетела от Адама. Тогда Адам обратился к Еве с жалобой на бежавшую жену. Еква послала выгонку трех ангелов, известных по имени Синой, Синсой и Самогемо. Понятно, понятно, понятно все это. Ну, к Библии это никакого отношения не имеет. Куда это, типа, идея какого-то альманаха, точнее, скорее всего, это старые апокрифы. Очень, очень сложно все это. Я просто этому бедному альманаху не завидую. У него, видать, было две тещи, и он сильно пострадавший от них. У меня просто было две тещи. Одна первая была плохая, а вторая была очень хорошая. Недавно умерла от рака. До такой степени я жалею, что вот она далеко просто от меня была. Я не похоронил, жена ездила. Денег даже не хватило туда. Я знаю то, что церковь запрещает вас жениться и по службе не дает пойти дальше. Да, если ты был верующим до этого. А я был неверующим. До тридцати лет. Поэтому у меня много чего до тридцати было. Это про одно я тебе так говорю, что ты у меня вообще не зазирал хотя бы, разговаривал со мной. Я был очень плохой мальчик. До того, как не узнал, что умру, оказывается, и буду в аду. И тогда я стал хорошим. Не, ну это здорово. Я как бы, как бы, никто не без греха. Это естественно то, что люди совершают ошибки. Аминь, аминь. Просто я бы хотел, чтобы ты вот моих ошибок бы не повторил. Ты еще молодой. Я вижу, ты, ну, не дошел еще до таких ошибок, как я. Я тогда тысячи лет все лежу. Я был очень страшный скептик. Я считаю о том, что, как бы, возможно, Бог есть. Я не отвязываю его существование. Но пока я его не увижу, очень сложно говорить о том, об этом. Для того, чтобы его увидеть, тебе нужно читать Библию. Ты возьми, начни читать ее. Я читал и Библию, и Старый Завет, и Новый Завет. Я прощал. Я говорю, я интересовался в свое время религией. Я и голос мусульманин. Вот, гляди, видишь, Новый Завет с толкованием. Так. Вот, толкование блаженного феофилакта. И вот надо, надо тебе вот такую, это, зайти в блаженный феофилакт. Запомни, зайдешь и с толкованием почитай Новый Завет, тебе будет попонятнее. Это толкование тысячного года, тысячный год. А он его брал от Златоуста, который толковал от Святого Духа, Святым Духом, в 400-м году. В 400-м. Не тысяча каком-то там, а 400-м. Только-только христианство установилось еще по Римской империи. Ну, перестали гнать. И тогда это было. Слушай, это, ты можешь, наши ресурсы запишешь, у нас тут есть, ну так, на Ютубе. Канал «Во свете Библии» называется. Открытым оком «Во свете Библии». На Ютубе. На Ютубе. Можешь набрать, ага. Открытым оком «Во свете Библии». 13 тысяч с лишним роликов у нас. Десятки миллионов просмотров. Вот вся жизнь наша, как мы живем в общине нашей православной, мы ее всю снимаем. У нас люди все были грешниками. И потом, когда... Канал как называется? Открытым оком, открытым оком. То есть глазом. Открытым оком. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот, нашел. Ага. Ну, там оттуда, там дальше можешь перейти. Там у нас есть и форумы, есть, где там тематика разная. Ответы на вопросы, там сайт у нас есть. Тоже. Ну, обычно все к Ютубу, потому что там легко смотреть. Если захочешь поговорить, ты можешь выйти, там поговорить. По Скайпу. По Скайпу, да. Скайп, если у нас занятия идут, Скайп такой. Пупков Сергей. На английском, мелкими буквами, маленькими. Пупков Сергей. Один. И все, и ты выйдешь, там у нас общество по изучению Библии. Мы как раз, вот это толкование, то, что показал, мы его проходим постоянно. Ну, уже годами идем это, годами, годами. И люди новые приходят, старые там остаются. Кто-то уже начинает кого-то там учить. Ну, так интересно. Вопросы там всякие задают. Не только читаем, а и рассуждаем по этой тематике. Обо всем рассуждаем. Вот как вот сейчас с тобой, ты задал очень много вопросов. И мусульманство, и католицизм у нас тут был. И язычество. Это, ну, просто, вот, то, что я тебе говорил, это вот все мы обсуждаем. Все буквально. Я, ну, и не только там я отвечаю. Там многие люди выходят, отвечают. У нас Игнат Тихныч, староста, уже древний, такой дедушка, можно сказать, 80 лет ему, считай. Он и в тюрьме сидел за Слово Божие, за Библию еще при советской власти, когда распространял ее. Ну, такие интересные у нас есть очень люди. Братья есть вот. Вот брат, это он из Челябинга, это, с этого, с Екатеринбурга приехал. О, да, много друзей там. Да ты что? А сами мы в Барнауле находимся. А ты где находишься? В Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. Тут далеко? Очень далеко друг от друга. Ага, ага. Ну, город Санкт-Петербург, тоже такой странный город, мама не горюй. Очень странный. А, в плане, в плане? Ну, в плане, в плане того, что построенный на костях, в таком месте неудобном. Да. Там много, много наш народ претерпел там. Я сейчас, понятно, понял. А, Маяковский писал, Рим создан человеческой рукою, Венеция богами создана. Но каждый согласился бы со мной, что Петербург построил, Сатана. Ну, это то, что на костях, конечно, это понятно там. Не, ну, понятно, потому что это кладбище, это болото. Там же, говорят, было несколько деревень даже на этом месте. Там, да, было. Ну, все. Так что... Ну, сейчас город тонет. Очень медленно, но это есть. На самом деле сырость убивает, постройки тоже. Ну, как жить? По-другому никак. Я не был там. Вот у меня жена была, она просто восхищается, конечно. Говорит, там такая архитектура. Как, говорит, они на болоте все это построили. Я говорю, теперь главное, чтобы не утонуло все это. Не, не, вот Тоня, то есть здесь все с этим грамотно сделано. Единственное, что все, что может быть, куда-то утопает в наркотиках, в алкоголе, просто в гуде, это нужно принять, это должно. Надо проповедовать. Мы проповедуем, ходим по улицам. Вот у нас визитки вот такие. Вот там все наши данные написаны на визитке. Вот видишь, крещение происходит. Вот батюшка у нас вот крестит вот троекратным погружением в воду. В белом идут братья. Вот это вот как раз Сергей Пупков вот тут стоит, который вот ведет у нас это занятие. Ну и вот тут на обратной стороне вот крест наш православный и все, какие у нас каналы есть. И тут перечисляем мы ответы на вопросы, 4 тысячи по Библии. Только все по Библии, не отсягательно. Потом православный форум есть к истине. К истине называется он. К истине английскими. Потом вот это наш, значит, YouTube, который мы тебе передали. Ну тут странички. У нас есть еще детский отдых в деревне летом. Где-то полтора-два месяца. Могут приезжать от пяти лет с родителями. И волонтеры также могут приезжать. То есть молодые люди, которые хотят увидеть, как воспитывается православный человек. У нас постоянно занятия проходят. Ну там тематика различная. По природе, по зверям, по птицам, по ягодам, по растениям, ванно-огороде. Это здорово, потому что если вы этим занимаетесь, это просто восхитительным. 46 лет. 46 лет. 46 лет, представляешь, уже этот отдых есть. С советской власти еще идет. Вот у нас такие вот есть интересные люди, которые занимаются этим. В частности, вот мы тут с братом воспитатели, ребят, тоже беседуем и так далее. Хотим, чтобы не было никаких белых пятен в голове у человека. Вот чтобы ты вопросы задавал, чтобы все вопросы, они твои белые пятна растворили, а черные дыры замазали, наоборот, белым. Чтобы ты все понимал. Чтобы истина и правда у тебя встретились, и ты понял, что Христос наш Спаситель. Я был очень рад с вами пообщаться. Это замечательное видео. Помоги Господи тебе. Ты очень внимательный слушатель. Помоги Господи тебе. Спасибо большое. Вера тебе большой. С Богом.